Ветерана Великой Отечественной войны Алексея Шоня в Абхазии знают многие. Свой боевой путь он начал в 17 лет, добровольцем ушел на фронт. В составе 24-й гвардейской дивизии наш соотечественник участвовал в боях за Донбасс, Крым, Керчь и Ростов. Ранение, как рассказал ветеран чрезвычайному полномочному послу России в Абхазии, он получил в бою за Киев. Я, например, прошел тоже эту войну, 41-45 год, очень тяжелый, один тяжелый, еще побитый в меня. После этого вылечил. 45 лет после этого в квартире у нас было 8 шахт. Я в этой шахте проработал со дня строительства шахты Локоба. 45 лет начинали на все профессии, горно-подготовительные. Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин посетил ветерана, чтобы лично передать материальную выплату и продовольственный набор. По словам дипломата, сделано это, чтобы уменьшить негативные последствия пандемии COVID-19. Поэтому я с большой радостью и, прежде всего, благодарностью от всего советского народа, а сегодня российского и абхазского народов, хочу вручить вам конверт с материальной помощью от правительства Российской Федерации. Большой вам спасибо за все внимание. И, так сказать, небольшой, но существенный в нынешних условиях гуманитарный подарок. Спасибо вам большое за все внимание. Ветеран поблагодарил посла за помощь и, узнав, что дальше, Алексей Двинянин посетит его боевую подругу Валентину Ефимовну Шульгину, попросил передать ей огромный привет и пожелание жить в здравии. Встретила посла России в Абхазии ветеран, как всегда, бодро. И это несмотря на то, что через три месяца Валентине Шульгиной исполнится сто лет. Ветеран рассказала, что не так давно болела. Из-за этого не смогла, как обычно, разбить огород, зато связала себе и родственникам носки. Смотря на эту хрупкую женщину, сложно поверить, что она участница битвы за Салинград, награждена медалью за отвагу и орденом Красной Звезды за участие в Курской битве. Вспоминать об этом Валентина Ефимовна не любит, зато пишет о войне стихи. Война – это несчастье для народа. В ней гибли наши лучшие сыны. Победу ждали мы четыре года суровой и изнурительной войны. Мы верили в землянках и в окопах. Придет она, победная пора. Нас не сломили вражеские бомбы и не сгноили вражьи лагеря. Алексей Двинянин подчеркнул, что подвиг ветеранов бессмертен. Пожилав Валентине Ефимовне здоровье, отметил, что запомнил дату 22 января 2022 года. В этот день бойцу Шульгиной исполнится 100 лет. Тут небольшой, но важный гуманитарный набор. Вот сюда поставлю. Нет, нет, нет. Это специально для ветеранов, чтобы вы меньше болели и дольше жили. После встречи с ветеранами Алексей Двинянин рассказал, что передача материальных выплат и продовольственных товаров началась в Абхазии 15 октября. За прошедший период представители посольства России в Абхазии посетили 26 семей ветеранов Великой Отечественной в разных районах страны. В октябре текущего года правительство Российской Федерации организовало акцию по облегчению последствий коронавирусной пандемии для ветеранов-участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, приравненных к ним участников боевых действий, членов их семей. Данная помощь включает в себя оказание содействия в плане предоставления финансовой помощи материальной, а также гуманитарных наборов. Кроме того, посольство профинансировало косметический ремонт домов, ряда ветеранов, а также покупку медицинской техники и лекарственных средств.